А как вы к Ельцинистам относитесь? Вы были в Ельцин-центре, кстати, вот этом знаменитом? В Екатеринбурге нет. Почему? Ну, ехать надо же, три часа с самолётом лететь. Я так видел все эти описания и анализ. С Ельцином я был против противника. Дважды был его оппонентом на выборах президента в 1991-1996 год. Самая жёсткая критика. Меня он даже, по-моему, ненавидел больше, чем Зюганова. Зюганов, они же соседи. Мы сегодня на Твесской жили вместе в одном доме. Потом он на Осеннюю улицу уехал. А так они этажом выше-ниже. Вот они. От одного ЦК получили лучшие квартиры здесь, в самом центре. Поэтому у него это было, как говорится, всё-таки какие-то солидарности. Он уже буквально до 87-го года состоял. И член ЦК, и политбюро, по-моему, секретарь ЦК. А меня он больше виновил, потому что я жёстко критиковал его. Зюганов же в первых выборах не участвовал. А во-вторых, естественно, он был главный для него конкурент. И ему обеспечили победу над ним. Поэтому Ельцин и его правительство, конечно, совершили огромные такие преступления. Хуже, чем Горбачёв. И даже, может быть, хуже, чем Октябрьская революция и Гражданская война. Потому что мы, и Гитлер, мы потеряли во время революции треть промышленности. И во время Великой Отечественной войны треть. Приедутся не половину. Мы не потеряли территории практически, а при Ельцине не потеряли люди. То есть самые большие потери от Ельцинского режима. Он это понял и ушёл со слезами на глазах.